В прошлом году многие города мира высказали свою позицию, подсветив самые примечательные места. Это и Ниагарский водопад, Empire State Building в Нью-Йорке, телебашня в Торонто. Партнером от России стал Крокус Сити Холл в Москве. В этом году акцию поддерживает и Сочи. Зданием для сине-оранжевой подсветки была выбрана «Жемчужина», где в апреле пройдет Конгресс детских гематологов и онкологов России. Цель мирового флешмоба, который на этот раз проходит под девизом «Это я и я буду» акцентировать внимание общественности на глобальных проблемах, связанных с онкологическими заболеваниями, а также повышение осведомленности о профилактике раннем выявлении и лечении. Сегодня мы тоже подсвечивая это наше общественное здание, нашу «Жемчужину», наш тренд города Сочи, мы как раз говорим о том, что каждый абсолютно человек должен помнить о том, что ему необходимо проходить диспансеризацию, ему необходимо думать о профилактике. И еще раз повторяю, что совершенно необязательно использовать для этой профилактики какие-то необыкновенные аппаратуры. Достаточно во многих случаях прийти просто к врачу. Акция «Освети проблему рака» не призвана вызывать чувство сожаления и скорби, а только надежды, подчеркивают организаторы. Многие онкобольные выздоравливают и продолжают жить. Высокие показатели выживаемости и в детской гематологии и онкологии, вплоть до 90%. Для того, чтобы специалисты со всей страны могли обменяться передовым опытом, передовыми знаниями, именно в Сочи в конце апреля пройдет конгресс детских гематологов и онкологов России. В этом году мы поговорим и об иммунологии. Потому как в современном мире лечение онкологических заболеваний, лечение рака становится все более высокотехнологичным. И это уже не классическая химиотерапия, но и такие вот средства, которые имеют иммунный механизм действий. И в том числе, к слову, нужно сказать, что ряд пациентов Краснодарского края такое лечение и получали, и получают в настоящий момент. В связи с федеральной программой детская больница у нас будет строиться новый высокотехнологический корпус детской больницы, где будет создана новая служба, включая отделение трансплантации костного мозга. Выздоровление приблизится уже практически, сейчас оно на 95%, надеемся, что будет приближаться к 100%. Будем проводить совместно с национальной организацией детских онкологов этот конгресс юбилейный. Именно избрали Сочи как центр, потому что здесь уже 30 лет, как функционирует вообще служба гематологии, детской гематологии в том числе. Поэтому у нас в Сочи все в порядке.